С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. В минувшую субботу пожар в поселке Андерма уничтожил пекарню из запаса муки. На происшествия в администрации округа отреагировали незамедлительно и приняли все меры, чтобы обеспечить андерминцев хлебом и продовольствием. Воскресенье женщин Ненецкого округа поздравляли с Днём матери. Накануне праздника глава региона вручил почетный знак «Материнская слава» второй степени Елене Соболевой, чумработница из общины ЯМТО. Региональная общественная организация «Особое детство» включена в реестр поставщиков социальных услуг и занимается социальной реабилитацией детей-инвалидов и детей, признанных нуждающимися в социальной помощи. В минувшую субботу 28 ноября в поселке Андерма полностью сгорела пекарня. Как сообщили в Управлении гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненинского округа, пожар начался около 11 часов утра. Причины возгорания устанавливаются. В полудню очаг возгорания на котельной хлебопекарне был ликвидирован. Работы осложнялись штормовым ветром. В тушении участвовали силы и средства отдельного поста отряда Государственной противопожарной службы, аэропорта Андерма и МУП «Андерма-Сервис». Площадь сгоревших помещений составила 680 квадратных метров. В результате пожара, к сожалению, был уничтожен годовалый запас муки, все оборудование. Когда уже проходил сам пожар, связались с главой администрации. Было понятно, что все имеющиеся силы, которые были в поселке, были брошены на тушение пожара. Но, тем не менее, к сожалению, здание полностью было уничтожено. Губернатор Ненинского округа провел экстренное оперативное совещание, на котором дал поручение в кратчайшие сроки доставить в поселок необходимое оборудование и продукты для выпекания хлеба. В поселок было доставлено порядка 300 буханок уже готового хлеба и около 200 килограммов различной муки, а также оборудование для хлебопечения. Данным оборудованием любезно поделилась ДК «Арктика». На данный момент пекарня временно разместилась в здании школы. Одну из первых – тему мер по обеспечению продовольственной безопасности в поселке Амдрама обсудили на еженедельном расширенном совещании губернатора Ненинского округа. Мы раздали около 70% хлеба и держим запас, если вдруг что-то случится. Школа и сад обеспечены своей мукой и свою потребность они перекрывают самостоятельной выпечкой. Жертв при пожаре не было. Вчера были дознаватели, все обсмотрели. Теперь будем работать дальше. Пока все под контролем. Население в большей степени обеспечено личными хлебопечками. За счет взаимовыручки также спрос нивелируется. Если поймем, что то оборудование, которое было доставлено, оно по производственной своей мощности не справляется, мы дадим ряд предложений. Может быть, это будет модульная хлебопекарня. И предложим, за счет каких средств можно будет ее приобретать и доставлять вам. В настоящий момент причины пожара устанавливаются. Информация собрана и отправлена на экспертизу. Ведется разбор завалов. Екатерина Дементьева, Леонид Шишелов, Антон Водряков, Телеканал Север. За прошедшие сутки в Ненинском автономном округе зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 выявлены у жителей Нарьинмара, поселка Искатели и иногороднего жителя. На сегодняшний день лечение получают 81 пациент. 12 человек находятся в стационаре. 523 человека на самоизоляции под контролем управления Роспотребнадзора по Ненинскому округу. На последнем заседании оперативного штаба, которое состоялось в минувшую пятницу, было принято решение о продлении режима ограничительных мер на территории региона до 31 января 2021 года. Под ограничение попадает проведение культурно-массовых мероприятий и продление масочного режима в общественных местах и на транспорте. По-прежнему, прибывающие в округ из других субъектов Российской Федерации, в том числе местные жители, должны предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Отсутствие ковида подтверждается только ПЦР-исследованием. В противном случае приезжающие должны пройти курс двухнедельной самоизоляции на дому или в обсерваторе. Больничный лист в этом случае не предусмотрен. Также на оперативном штабе рассмотрели предложение Управления Роспотребнадзора по Ненинскому округу в отношении лиц старше 65 лет, которым было рекомендовано самоизолироваться на время действия, время ограничительных мер. У нас сейчас эти лица на режиме самоизоляции рекомендованы. Мы бы хотели, чтобы это было внесено как обязательное. Предложение о введении обязательных ограничительных мер для лиц старше 65 лет продиктовано жесткими рекомендациями федерального ведомства. Во многих регионах страны такие ограничения уже носят обязательный характер. Как показывает статистика по заболевшим ковидом в Ненинском округе, более 50% пациентов, находящихся в стационаре Ненинской окружной больницы с диагнозом коронавирусной инфекции, это люди старше 65 лет. Мы один из немногих регионов, которые вводят это ограничение рекомендательно. Во всех остальных регионах страны эта норма обязательная. В ходе обсуждения предложения Роспотребнадзора о введении ограничительных мер для лиц старше 65 лет выяснилось, что это может усложнить работу ряда учреждений в регионе. У нас есть в некоторых учреждениях учителя-предметники, в том числе и на селе. Мы знаем, что у нас они в принципе единичные. И понимаем, что если сейчас мы вводим данную норму обязательно, то в ряде школ, ряд предметов нам тогда придется переводить вместе с учителем на дистанцию. Потому что, допустим, у нас в школе, в сельской школе, есть один учитель-предметник 65 лет, и он преподает математику. Но он преподает математику практически во всех классах. То есть мы понимаем вместе с его уходом, уходят и все дети по этому предмету на дистанцию. Вот эти риски у нас есть. Плюс есть тех персонал в садах, тоже старше 65 лет, которые уйдут, если у нас на самоизоляцию, то, соответственно, это осложнит и соблюдение, опять же, требований Роспотребнадзора в наших учреждениях, потому что очень много остальных людей, которые у нас болеют. То есть здесь есть определенные сложности в организации образовательного процесса. Данные обстоятельства касаются также работы медицинских учреждений и ряда других. Поэтому члены штаба приняли решение рассмотреть предложение управления Роспотребнадзора по Ненинскому округу в рабочем порядке, предусмотрев условия введения исключения для лиц 65+, работающих в детских садах, школах, медицинских и иных учреждениях непрерывного жизненного цикла. Как пояснили в профильном ведомстве, самоизолированным гражданам 65+, будет предусмотрено оформление листку временной нетрудоспособности на 14 дней с 1 декабря. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Елена Соболева из общины Ямпто награждена знаком отличия «Материнская слава второй степени». Награду чум работнице 27 ноября в окружной столице вручил губернатор Ненинского автономного округа Юрий Бездудный. На вручение высокой награды в кабинет главы региона Елена Соболева пришла с дочерью Просковьей и внуком Антоном. У дочери уже четверо детей. Во общине Ямпто традиционно большие семьи. Елена Соболева вместе с мужем вырастили восьмерых детей. За материнскую доблесть губернатор Ненинского автономного округа вручил тундровичке федеральную награду «Материнская слава». Спасибо вам большое. Вы родили и воспитали восьмерых детей. Вы не смогли всех привезти сюда. Мы знаем, где они сейчас. Поздравляем вас с этой наградой и спасибо вам большое. Елена Соболева с мужем постоянно проживают в Большеземельской тундре. В их семье 8 детей. Самому младшему сейчас 20 лет. Самому старшему 38. Елена Петровна сама выросла в многодетной семье, где было 12 детей. Мужчины в семье Соболевых потомственные оленеводы. Вместе со своими женами и детьми кочуют по Большеземельской тундре. Они любят и остаются преданными своему делу и традициям. Кочуют в 30-градусный мороз, пургу, дожди и в комариное лето. Растят в тундре детей и не забывают заветы отцов и дедов. Знак отличия «Материнская слава» учрежден в 2007 году и вручается многодетным матерям Ненинского автономного округа в знак глубокой благодарности и высокого уважения за заслуги в достойном воспитании детей и укреплении семьи. Поздравлением в день награждения присоединился и глава Заполярного района Виктор Ильин. Еще два знака отличия «Материнская слава» отправились в отдаленные села Ненинского округа и будут вручены на местах Юлии Паньковой, проживающей в Тиманском сельсовете, и Устини Лаптандер из Харуты. Обе женщины родили и воспитали по 9 детей. Веселым уличным праздником в условиях ограничительных мер отметили День Матери в селе Тельвиска. Социально-культурный центр «Престиж» организовал для жителей села концерт «Сердце матери лучше солнца греет». Минувшее воскресенье в Тельвиске выдалось достаточно морозным и ветреным. Но никакая погода не помешает поздравить с Днем Матери своих мам и бабушек. Вот уж поистине «Сердце матери лучше солнца греет». Праздничный концерт с таким названием собрал зрителей всех возрастов. Здесь и молодые мамы с колясками, многодетные семьи и, конечно же, любимые всеми бабушки. Ко Дню Матери телевещане готовятся по-особенному. Ведь в этот день они не только поют и танцуют, но и чествуют матерей Тельвиски, не забывая ни о ком. Во-первых, это будут мамочки, которые стали мамами именно в текущем году, в 2020-м. Затем у нас мамы, достигшие почтенного возраста, то есть, опять же, юбиляры этого года, начиная от 75 лет и свыше. Ну и заключительная номинация – это мамочки, представительницы трудовых коллективов, которые выдвинули сами коллективы нашего села. Поздравить мам с праздником, а в лице телевещанок и всех женщин округа приехали гости из окружной столицы. Действительно, морозный день, замечательный день. И как любой футбольный матч, так и наш праздник состоится в любую погоду. Неважно, какой мороз и какой ветер. Дорогие друзья, для каждого из нас мама единственная и одна на всем свете. она – самый любимый человек во всем мире. И она дала нам жизнь, и на протяжении всей своей жизни она делает так, чтобы мы были счастливы. Мама произносит первое слово, малыш вот только-только научился ходить, сделал первые шаги. Мама, если вы помните, первый класс складывали мы по слогам, первое слово, когда учились читать. Мама, мамочка бежит, ребенок, когда ему плохо, когда он испугался чего-то. И в самом этом понятии «мама» собственно, понятие жизни. В ходе праздничного мероприятия глава региона вручил почетный диплом победителям Всероссийского конкурса «Семья года-2020» в номинации «Сельская семья» Татьяне и Эдуарду Финашиным. Пара воспитывает маленького сына, отец семейства занимается в театральном кружке «Премьера» и играет в прославленном ансамбле «Лошкарей Ладушки». Супружеская пара активно участвует в жизни села. Татьяна не отстает от мужа. Она участница хора русской песни «Тельвесочные кружева». Семье Финашиных победителям российского конкурса «Семья года-2020» вручили не только диплом, но и подарок – ноутбук. Ноутбук подарили и многодетной матери, воспитывающей семерых детей, Юлии Артеевой. Юлия признается, воспитывать семерых детей несложно, они доставляют немало радости матери. Хотя и хлопот с многочисленным семейством хватает. Как, впрочем, и поздравлений. Ведь маму с праздником поздравили сразу семеро детей. А это в семь раз приятнее. Не только у детей, но и у всех, ставших давно взрослыми, особое отношение к маме. С ней делятся самыми сокровенными секретами в детстве и доверяют, как никому, всю свою жизнь. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори до самой полночи, до самой. То есть, когда есть мама, она все выслушает, она все простит, она подскажет. Поэтому, дорогие друзья, давайте беречь друг друга, беречь своих мам, беречь своих бабушек. Ну и тогда у нас, наверное, будет больше доброты в нашей жизни. В день матери спикер окружного парламента Александр Лутовинов вручил почетную грамоту собрания депутатов Ненинского автономного округа жительницы села Тельвиска Людмиле Паньковой. Матерей Тельвиски также поздравили глава Заполярного района Виктор Ильин и сенатор от Ненинского округа Денис Гусев. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Глава региона Юрий Бездудный посетил региональную общественную организацию «Особое детство» в Ненинском автономном округе. Центр реабилитации включен в реестр поставщиков социальных услуг региона с прошлого года и занимается социальной реабилитацией детей-инвалидов и детей, признанных нуждающимися в социальной помощи. Анна Коткина с сентября этого года работает в Центре особое детство в Ненинском округе психологом. Всего здесь проводят занятия 13 специалистов. Часть из них, как и Анна, мамы-волонтеры. Детки все разные, от двух лет и до двадцати с чем-то. И мне кажется, что за это время мы со многими нашли общий язык, контакт, подготовили для них занятия. И на данный момент у нас есть успехи. Наши дети, которые сюда приходят, они вообще не хотят входить. Все уходятся слезами. Региональная общественная организация «Особое детство» в Ненинском округе была создана два года назад. Тогда семьи, воспитывающие детей инвалидов, объединила вокруг себя Татьяна Вепрева. Я нашла себя в этом. Я считаю, что это вот просто, ну, я, наверное, для этого создала вот так. Потому что мне по жизни всегда попадались люди, с которыми, ну, вот с особенностями, и друзья, в том числе, начиная с детства, и как-то вот, и образование все, которое получено, оно все сыграло в большой плюс, впоследствии для того, чтобы была задача создать такой центр. И мы изначально, когда вообще разговор шел о том, чтобы создавать организацию, прям с рамого начала встал вопрос о создании данного центра. И мы шли, 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 шли и пришли. Центр реабилитации включен в реестр поставщиков социальных услуг региона. Окружной администрацией компенсируются затраты на осуждение социальной реабилитации детей с особенностями здоровья. С января по ноябрь текущего года центру перечислено более трех миллионов рублей. Также «Особое детство» в НАО участвует в различных конкурсах по привлечению средств и сотрудничает со многими организациями округа. У нас заключено 15 соглашений с различными организациями, такими как «Динамо», «Клубская наская ходьбы», «Диаспоры», то есть мы периодически их приглашаем проводить какие-то мастер-классы, «Русский дом». У нас даже есть соглашение с центром Натальи Пыхтина. К нам периодически приезжают специалисты из Москвы. Это неврологи, остеопаты, врачи-специалисты именно по детскому церебральному параличу. Далее у нас есть с фондом «Благодать» в городе Мурманск, мы с ними работаем. Это направление по трудомастерству, то есть это направление для взрослых деток. Летом этого года организация при поддержке окружной администрации переехала в двухэтажное здание, где и разместились специализированные кабинеты. Кроме того, в помещении есть комнаты, где смогут остановиться приезжие специалисты и семьи с детьми-инвалидами из окружных сел на период социальной реабилитации. В этой комнате останавливались специалисты из Москвы, из центра Пыхтина Натальи. То есть это у вас такая мини-гостиница? Да, да, да. То есть чтобы нам никуда не отправлять людей, чтобы они были при центре, и мы могли работать. И специалисты могут здесь остановиться? И если вдруг приедут дети в поселок, здесь тоже можно? Ежедневно центр посещают до 30 детей с ограниченными возможностями здоровья самого разного возраста. Мы пошли позаниматься с логопедом, но так как тут много разных специалистов, нам предложили, и мы согласились на все. То есть у нас и массаж, и нейротерапия, и звукотерапия, и логопед с моим ребенком занимается, и психолог занимается, и лечебная физкультура у нас тут проходит. И что хорошо, что вот все эти специалисты, ну мы начали заниматься буквально месяца полтора назад, вот сюда пришли, после вот занятий они беседуют с нами, с родителями, то есть обязательно рассказывают, что и как, советуют там, если надо, то обратиться к врачу. В ходе знакомства с деятельностью организации Юрий Бездудный пообщался со специалистами и детьми. На сегодняшний день в организации состоит 168 семей. Посещают центр 82 ребенка. Эти дети требуют особой заботы, особого внимания. И центр занимается именно с такими детьми. Сегодня в центре занимается 82 ребенка. Они получают самые разные услуги. Начиная от массажа, сенсорной комнаты, развивающие занятия. Это очень важно, потому что важно, чтобы эти дети абсолютно полноценными жителями были, чтобы они были адаптированы к жизни. Вот, собственно, на этом и занимается центр, который возглавляет Татьяна Анатольевна. За это ей и ее коллегам большое спасибо. Вам большое спасибо, что вы посетили наш центр. Очень надеемся на дальнейшее развитие. В ближайшее время организация при взаимодействии с Департаментом образования, культуры и спорта НАУ планирует получить лицензию на дополнительное образование и группу кратковременного пребывания. Стоит отметить, что в этом году организация была награждена дипломом победителя в номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания». Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...